Сегодня мы пригласили к беседе трехкратного олимпийского чемпиона Буайсара Сайтиева. Знаменитый спортсмен рассказал о том, почему ушел с работы советника Александра Хлопонина, об открытии собственной школы борьбы, но и об изменениях в регламенте детского турнира на свои призы. Буайсар, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, что за турнир, какие в этом году претерпел он изменения, каков призовой фонд? Вот изменения, наверное, то, что у нас сейчас чуть шире география, у нас наши постсоветские республики, бывшие наши республики участвовали до сих пор. В прошлом году у нас было 8 стран, вот, в этом году у нас добавились Иран в количестве 17 человек у нас приехал из тех, кого в прошлом году не было. Монголия 21 человек привезли, Германия у нас приехала, сборная России специально под наш турнир провела сбор в Красноярске, который сегодня заканчивается, и завтра они будут тоже взвешиваться и будут выступать на турнире. Вот, это 40 человек, сборная команды России среди юношей, вот, а тем самым уровень борьбы, я думаю, будет чуть посерьезнее, чем в предыдущие годы, учитывая, что Иран это тоже одна из ведущих стран в борьбе. На Монголии тоже далеко не последняя. Соответственно, вот в этих возрастах Монголия как раз-таки может дать фору и России, и Ирану. Шесть олимпийских чемпионов приедут по разным видам спорта, не только по борьбе вольной и греко-римской, скажем, но из таких известных имен это Алексей Немов, все его знают, красноярцы тем более, да, то есть у нас несколько шоу проходило его, немов шоу, вот, в том же дворце спорта, вот, в том же дворце спорта, вот, потом приглашена у нас Наталья Рогозина, это женский бокс, да, то есть учитывая, что сегодня у нас в стране... Фигуру эту знают 8 месяцев. Да, хорошо, Наташу знают, я с ней дружу, общаюсь, да, как бы в одном зале тренировались, в Москве в одном зале тренировались, кстати, ее тренер Вячеслав Виновский, очень близкий мой друг, это тоже олимпийский чемпион, последний олимпийский чемпион из Советского Союза по боксу, вот, то есть до сих пор у нас на турнире такого не было, но вот договорились мы, что максимально, как бы, плодотворно постараемся провести эти два дня, вот, кстати, я тоже сам собираюсь, как бы, вместе с борцами, как бы, пообщаться, поделиться опытом, какие-то приемы показать, вот, думаю, это будет интересно, учитывая, что у нас очень много занимающихся борьбой в Красноярском крае, в городе Красноярске, получилось у нас, что мы достаточно солидный призовой фонд. Сколько получат победители, призеры соревнований? У нас 13 весовых категорий, получается, на каждую весовую категорию мы, как бы, рассчитали по 100 тысяч рублей, на каждую категорию, это мы поделили их так, 45 первое место, 25 второе место, по 15 два третьих места, да, получается, да, по 15 два третьих места и 10 тысяч тренеру победителя. Сам довольно редкий в последнее время гость в Красноярске, ну, вернее, даже домой сюда приезжаешь достаточно редко. Где проживаешь сейчас, чем занимаешься вообще? Ну, я, скажем, приезжаю, иногда не обязательно прихожу на телевидение, не обязательно объявляю, что я... Тем не менее, если ты появляешься в Красноярске, я, наверное, в первую очередь узнаю о том, что ты в городе. Ну, тем не менее, иногда бывает, что я приезжаю, никто об этом не знает, да. Где я сейчас проживаю, в Москве приходится мне бывать, по возможности приезжаю в Красноярск, где-то приходится в разные командировки ездить периодически. Семья моя в данное время проживает в городе Хасавюрте, хотя мы по сей день прописаны в Красноярске, и жители города Красноярска, с учетом того, что я попытался, да, то есть, вернее, да, точно, попытался найти свое место, скажем, на госслужбе. К счастью, не сильно задержался там, да, то есть, потому что, ну, скажем, немножко, наверное, может быть, я не готов, да, то есть, может быть, не готов, скорее всего, не готов, а может быть, что я вообще не приспособлен к кабинетной работе, да, то есть, слишком много времени я провел немножко в других условиях, да, то есть, более самостоятельно я трудился, да, скажем, сам ставил себе цели, сам я добивался, да, то есть, хотя все это делалось в коллективе, вот. Ну, езял ты на Кавказ, мы помним, помощником, советником полпреда президента Хлопонина. Да, я проработал, сколько, недолго я проработал советником полпреда Александра Геннадьевича Хлопонина, вот. Кавказ это сейчас, к сожалению, очень достаточно тяжелый регион. То, что я сейчас делаю, мне мандаты депутата, в принципе, не нужно, абсолютно не нужно мне его. А место занимать, да, то есть, желания нет у меня. Так, а чем вы сейчас занимаетесь, я так понял, в частной структуре работаете? Я не работаю в частной структуре, я как раз-таки работаю в Газпроме. Я работаю в дочернем, не в дочернем предприятии, я работаю в одной из структур Газпрома. А, воль. То есть, она называется Кавказ-регион ГАЗ. Вот. Должность моя называется Советник Генерального Директора по Взаимодействию с органами власти республик. Вот. То есть, моя задача, учитывая, что я знаком, скажем, со всеми руководителями республик, входящих в состав Северокавказского федерального округа, ну, не секрет, что все республики у нас дотационные, да. Как правило, за газ тоже не додают. Ежегодно не добирает Газпром. В лице Газпрома страна не добирает, скажем, газа, за потребление газа, да. То есть, ну, здесь, как бы, мой авторитет, там, то есть, мои отношения, скажем, с руководством республики, то, что я там, скажем, хорошо знаю регион, вот, должно было сыграть, скажем, вот, мне предложили такую должность. Я, в принципе, не отказался, потому что возглавлял эту структуру на тот момент тоже мой близкий мне человек. Вот. Ну, само название само говорит за себя. То есть, моя задача была, и сейчас она, наверное, стоит передо мной. Приезжать в республики, попытаться, скажем, выискать эти средства, которые не добрала наша организация. На работе меня не сильно загружают, вот, поэтому у меня и свободное время остается, да. То есть, свободное время, вот, с начала года, даже не с начала года, в прошлом году еще где-то в декабре месяце возникла такая идея у нас с братом создать новую школу, да. То есть, выделили нам город, землю, построили мы на нем, уже за свои средства привлекли друзей, построили хороший такой, хороший объект, да, такой на 2-3 тысячи, на 2,5 тысячи квадратов. Постелили ковры, да, закупили инвентарь и начали набирать детей. К сентябрю месяцу официально Минспорт Республики Дагестан подписал с нами контракт. И мы работаем уже, вернее, я официально там никем не работаю, Адам там числится главным тренером, не числится, работает, да, то есть, имеется в виду. Вот, и набрали детей, больше тысячи детей. В сентябре мы открылись, уже 4 отделения у нас в разных уголках республики. Люди хотят с нами работать, люди хотят перенимать наш опыт. Мне это очень нравится, и я очень рад, что мне удалось, нам с братом удалось открыть эту школу. Надеемся спроецировать на нее тот опыт, который приобрели мы в том числе и по нашей трудовой деятельности в стенах Красноярской школы борьбы, да, то есть, передать опыт, накопленный за эти годы, скажем, будучи членами сборной команды России, да, то есть, потому что это очень важно. Потому что в свое время, вот таким же образом обучали нас, передавали нам этот опыт, и думаю, что это наша ответственность, это наша обязанность, да, то есть, поделиться этим опытом с детьми. Ты из спорта ушел несколько лет назад, сейчас скучаешь по борцовскому ковру? Я скучаю. Не скажу, что я прям хочу участвовать на соревнованиях, так вот у меня достаточно ровно все прошло, в принципе, у меня была возможность попробовать себя, если бы было желание, была возможность попробовать, вот. Желания не было у меня, не было у меня желания, скажем, видимо, не такой жадный я до победы, да, то есть, для меня никогда не было самоцелью, да, то есть, победить больше всех, там, выиграть больше всех соревнований. Для меня было бы важнее получать удовольствие от того, что я делаю. Что ж, спасибо за это интервью. Спасибо. Я напомню, сегодня моим гостем был трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Буайсар Сайтеев. Увидимся.